Ну, уже да. Double D, спасибо тебе. Где же ты, когда так нужен? У нас уже идут выборы героев, и тем самым мы будем переключаться к ним. Да, но тут оказывается TNC, Raven. Все-таки, кажется, какую-то надежду усиляет вот это тут. Я понял. Просто побоялись включать CMOD на случай, если капитана заберет кто-то из игроков, приглашенных из зала, по-моему. И он такой, так, Fly, я вот помню такой-то год, такая-то там ставочка на такой-то турнир. Теперь ты будешь играть на нем. Удачи. Да, ну мы видим тут. Magnus, Darkseer. К сожалению, релизность Magnusa пока что установить не является возможной. По-моему, там внизу кто-то из TNC сидел. Там вот как раз три последних, они были TNC, а вот два сверху — это единичка и кто-то еще не менее знаменитый. Я забыла, кто уже, к сожалению. Дартвонду. Да, Дартвонду. У него как раз-таки ник-найм не поменялся, поэтому все абсолютно логично. И SMH, получается, будет играть на Magnus. Да, SMH точно, точно. Ну и команда OG. Куда там Мэтт? Ваша очередь. Don't worry, I carry. Возможно, именно Don't worry, I carry, потому что последний слот оставался как раз-таки под Мэда. Лоди — это Resolve. Вот, мы начинаем раскрывать этот пазл по никнейму вместе с вами. Там на первом слоте это кто был. И, кстати, вот Zymf — это как раз-таки из зала. Zymf? Да, 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 это точно. Ну да, я помню, что первые две позиции занимали ребята из OG, и второй — это Resolve, а первый, кто я уже забыл. Адмирал Канка! Fly? Что все получается, что это Fly как раз-таки. Да, можно только сказать Fly. Fly на Тайдхантере. Запомнили бы эти детишки, по ходу дела. Давай сфотографировали на всякий случай, чтобы потом уже разбираться. Так уже будет как-то чуть-чуть полегче. Мне очень нравится, что товарищ GetWhere, он в самой игре будет у нас как смайлик просто бегать на кунке. Да. Хорошо, мы все-таки, у нас профессиональный киберспорт, господа. Нужно разобрать драфты, понять, как будут синергировать команды, которые вообще впервые видят друг друга. И в целом видно, что Магнус уже здесь прекрасно вписывается и под кунку, и под Дарксира. Тут еще и Spirit Breaker — очень агрессивный пик у Силсвета сейчас. Паджика будет последок. Паджика. Это будет действительно последний выбор. Я думала, здесь будет соревнование, кто первый пикнет Паджика, и, видимо, в этом рандом в драфте не оказалось. Ну, тот же, это Core, какой-то шейкер, да, на нем Мэтт будет отыгрывать как раз-таки. Да. Ну, вот у нас и показывается такой более-менее непонятный драфт, а, так понимаю, медовый шейкер будет. Возможно, они все скобом обойдут. 25 на 5 нет. Это шоу-матч, здесь и должно происходить какое-то мраковесие, появилась луна. Ну, хоть кто-то, кто сможет бить с руки, хотя бы иллюзии мы ее постоянно не увидим. Посмотри на накачанного шейкера, посмотри на его бицепсы. Не, ну, Core-Shaker это неоднократно, да, конечно, показывался с наилучшей стороны. Просто тут дело в том, что, не знаю, в общем-то шамана могут попробовать поставить на какую-то агрессивную позицию, почему бы и нет. Не, соляночка получилась хорошая сейчас у команды OG, которые так себя пока что назвали, ну и против них Силы Света. Ну, Силы Света очень толстый по хп, тут еще и байпер противнейший появился. Они просто жиром задавят. Даже если учитывать сумасшедший проказ со стороны OG, Силы Света они его впитают, потеряют там 50% хп и после этого ответят. Отвечать есть чем? То есть Spiritbreaker, который будет бегать по всей карте, да и плюс Magnus, который там с своими бафами. Я бы хотел увидеть Кунку Керри, который будет бегать, и вот как в старые добрые времена с Киньей Дайдаллсом. Это очень добрый, там в скобочках последний мажор, точнее последняя древлига была, когда Мидуан сыграл на Керри Кунки. Ну, это впервые за долгое время. Да, это впервые за долгое время, а я говорю именно тогда, когда Кунку брали постоянно, на четвертой позиции особенно. И если все что хорошо, появлялся это Кристаллис раньше времени. Потом еще Кристаллис, потом еще Кристаллис, потом может еще Кристаллис. Возможно потом Фейзин, чтобы хоть что-то было еще помимо дэмоджа. А может еще Кристаллис, я уже забыла кто где кто. Мы можем, конечно, попытаться представить, вот эта знаменитая единичка, которая играла. Я выбрала себе легкую команду для представления. Я попытаюсь, подожди, я уже все забыла. Ну, это единичка, знаменитая единичка, которая играет у нас за команду Сил Света. Дарт Вунду, это тоже не менее знаменитый игрок, который имеет 6 КММР, как нам говорили, насколько я помню. Это был Куку. Это да, это Куку, значит, у нас мидер команды. Кунка это 100% будет уже такой. Запомни, я тебе помогаю, я жду ответных действий. Рэйвен будет играть на Дарк Сири, он ты хотя бы свою личность не скрывал. СМАш. Да, СМАш, вот такой вот лицеприятный ник имеет. Слава богу, звездочки поставили, ребята. Это не звездочки, это глазики. Ну и что же, у нас здесь Флай будет играть на Тайт Хантере, по всей видимости. Далее у нас следует Резолюшн на Луне. Позволили ему взять все-таки Кора. Тесай, это как раз-таки игрок из зала. Если не изменяет память, это девушка, которую также позвали. И Зимф также взят был из масс, которые пришли смотреть данный турнир на Лане. Ну и непосредственно тренер Мэтт будет исполнять на шейкере. Тренер команды ОДЖ решил тоже подключиться к действию, дать отдохнуть своим подопечным. Ну, действительно, их ждет еще завтра увлекательный путь по сетке винаров. А тут пока что Тесай начинает гнать, вот обедную девушку, понимаете. С самого начала бычить уже начали, тут же на нее носорог поехал. А что дальше-то? Дальше-то ее зажимают, что и Рома. Это ребята тоже каким-то неприличным, на мой взгляд, попахивают. И, кажется, у Тесай, есть такие большие проблемы. И она дает Фирс 2. Не пожалели. Боль и страдания, по всей видимости, ждут Шедру Шамана. Но, на самом деле, такой драфт сейчас у Сил Света, что тяжеловато будет противостоять на ранних таймингах с малым количеством КП. То есть тут даже Лоди и Резолюшн будут подставляться постоянно. Но если так дальше девушка не будет давать проходы, мне кажется, действительно, шансов не останется. Ну, крипы тоже у нас уже уехали куда-то след за Магнусом. Ну, а Резоль остался без крипов. Там стоит одиноко под тавером, пытается что-то сделать. Ну, а на миде у нас уже Медовый Шейкер и Медовый Кунка. Нью Мета, ребята. Практикуйте в пабах, практикуйте в рейтингах. Все-таки это показывает тренер команды OG. Это, господи, чемпионы всех возможных мейджоров. Поэтому стоит довериться его мнению. Да. Некогда. Чемпионы мейджоров сейчас уже, к сожалению, мейджоры у них идут не так хорошо. Но они начали получать инвайты, ребята. Это уже хороший знак. Так, а Лоди пока что тут против двоих дерется в скобочках. Резолюшн и Рэйвена так-то неплохо отпинала. Очень много хп потеряла. То же самое и у Сэма в проблемах. Ну и Шедоу Шаман сейчас попробует Исай отомстить за свою смерть. В принципе, эта девушка может держать в очень цепких объятиях свои сетки. Это да. Ну, а внизу, кстати, единички доверили же и Зилейн. Рэйвен вместо этого подвинулся на позицию. Я так понимаю, полу-саппорта, кто там из них, Магнус или Дарксир, кто больше на эту роль подходит. Ну, а единичка очень гордо стоит на нижней линии. Сая там мало что против него может сделать. Сая, это у нас Флай. Мне кажется, что сейчас можно по таймеру просто так. У тебя есть минута, ты формишь на нижней линии. Потом поменялись и так по кругу пока все не начнут фармить. Да, всем здесь нужен фарм, ребята. Нельзя никого обделять. Деньги нужно всем кушать тоже на что-то-то надо. Ну и тут уже Магнус нашелся источник заработка. И фарминг немного, и ползачиваю Шоквейва. А тут нам это влетает. Тут как-то странно прорисовывается вот это вот врезание от Баратрума, как будто он в последний момент отменяет. Ну, а тут вот фисурка бы кому-нибудь дарит. Просто отлично замансил, пришел Дизраптор, в принципе, и выживает. Самое главное, это капитан, можем сказать, команда. Да, капитан не потонулся за кораблем, а корабль остался пока что цел. Ну, я думаю, что он там на последний день дарит своим тотемчиком. Вместо этого забрали за ту Кунку. Кунка как-то мог. Вот он все-таки не тот адмирал, который видел свой флот до победного конца. Ну, учитывая, что весь флот Кунки потонул, в принципе, все абсолютно логично. Вперед на дно, по всей видимости. У Магнуса тут покажется веселенькая раскачка. В принципе, ничего такого необычного мы здесь не видим. Но вообще сам факт Магнуса на этой карте уже сам по себе чудо. Давненько мы его не видели, на самом деле. Но тут, по крайней мере, СМАш находится на своем месте, на флейне, соответственно, и должен показывать какие-то весомые результаты. Ну, Рэйвен с ним в обраске делят, они там на двоих и крипов делят, на двоих и опыт делят. Как папочки, знаешь, я все время так же с друзьями стою. Ты называешь друзьями рандомных людей, которые просто приходят к тебе на линию и говорят, я буду тут фармить? Я дружелюбный человек. Ну что ж, Рэйвен тоже, опять же, попытались немного погонять. У него по крипстату, прошу прощения, не так плохо все, как и могло быть. Более-менее фармит, но как-то его дама сердца его покинула, отошла она назад. И Хекс, конечно, выдала по Рэйвену, но мне кажется, Рэйвен не сильно испугался. Тут со всех сторон опять вот на скорости ее просто зажимают, догоняют. И она уже потеряла две трети хп, и кажется, такими темпами опять и погибли. Стопят ее, прожимают, и так она и погибает. Вот она расползалась при земле, и ее хладный труп впитается в землю в ближайшее время, чтобы оказаться снова с нами. Ну что ж, на нижней линии, в принципе, даблан-даблу в данный момент, возможно, какие-то поползновения будут в сторону. Но, скорее всего, Дизраптора, потому что Тайтхантера здесь не пробить, единичка вряд ли справится с этой задачей, несмотря даже на всю противность Вайпера на вот этих ранних стадиях игры. Да, как-то сам уже наполучал, вот поставил Назартоксина, абсолютно никуда. Хотелось бы еще какой-то плюсик сюда, чтобы уже можно было какой-то фраг нарисовать, но ему доверяют гордый одиночный фарм. Ну, опять, тренера избивают, прямо два баши подряд, ребята, вот вам 17%. Ну и Мэтт в ответ тоже всех избил, Фиссуру отлично просто положил, и Дартлунду будет немного страдать. Хотя тут неплохой такой торрент вышел, еще такую тычечку бы красивую выдали, но Мэтт сам огрызнулся, хотя разгон появился, вот тут мана накапала здесь, и опять башечка получается. Не хватает, там стики были, Мэтт пытается отпиться с ботлом, но не получилось выжить. Какие же биты уходят, ну хоть какой-то бы поддержку, хоть какой-то бы телепорт, но тем временем... Нет, против таких проплаченных башей, мне кажется, ничего не работает. И единичка тем временем погиб на боте, и тем самым немного компенсировали старт для себя, вот же. Вот же у нас за какую сторону играет? За силу тьмы. А, все, так. Я как Википедия, видимо, просто со всеми этими никдеймами, и кто за какую сторону. Да, ребята, мы пытаемся еще помнить, и Сэм Эйч и Реван до сих пор стоят внизу, они там, в принципе, как тиммейты свои, браво, пытаются зажимать резолюшены, но Резоль фармит, что у него демо же с руки достаточно, он чувствует себя неплохо, и ждем, наконец, его врывов, думаю, он дофармит тапок, и на этого будет уже для него достаточно. Просто нужно понимать весь смысл этого шоу-матча в том, что на стадии лейнинга, безусловно, все должно быть довольно просто. Вот, и здесь мы видим прекрасную игру от тренера команды OG, от Мэда, которые в медлинии показывают какие-то перформансы великолепные. А вот когда придется играть 5 в 5, тогда начнется веселье, потому что игроки неподготовленные, которые, возможно, даже не понимают там языка. И опять делаешь, что у них страдает. Ну, действительно, ноль помощи на миде, при этом все равно тренер вытаскивает за всю команду. Реван. Тоже там неплохо, что по нему раздали, еще сюда сверху присимбим какой-нибудь. Ну, не хватает резолюшена мана, хотя вот сейчас появился, но там, думаю, уже не хватит. Там дизраптор, там дизраптор подошел также на верхнюю линию, и Ревана все-таки смогли забрать таким образом. Дизраптор не зря пришел на помощь. Вы этого не видели, но и не нужно было, за слишком жестокая сцена была. Так что, мне кажется, в другой раз лучше все-таки, когда подрастете. 32 на 5 крипстат у Тайтхантера. Оказывается, у нас топовый игрок, топовый дебюватер. Флайу просто дали герою, чтобы он так спокойненько формил. Не важно, что происходит на карте, у меня есть деньги, все будет хорошо, я вытащу. Мы с Мэдом справимся, но пока, действительно, только шедоу шамана погибает, а софраза. Ну, а девушки все простят. Мэтт пытается уйти под Т1, у него, кстати, разгон сейчас взяли. Да, у меня небольшие проблемы, а просвет-то есть, а то просвет-то не нужен турок, взлетает. Щитки, опять же, атаксиры, проблемы огромнейшие. На топе теперь, по всей видимости, будет веселье, потому что туда начинают смещаться игроки-команды ТНС. Ну, Луна стоит себе, стоит, как не особо ее трогает, кошечку не то поглазить не хочет, боятся все, что их царапают. Ну вот, Резолюшена лучше, на самом деле, потрогать пару лишних раз за эти первые минуты, потому что если он получит себе какие-то ПТ-шки, лишние статы, потом с ним справляться будет очень тяжело. Ну и тут же разбег вот перед Брейкером, прорываются в Резолюшена, и Резолюшен из-за этих елок уже не выберется. Хотя подошла подруга спасать сеткой. Спасается и Резолюшен, но есть, конечно, на то лучшее, что ты с этим сделаешь. Ну, пытается еще Резоль отбиваться, Ревана так неплохо. Начал отбиваться даже флаской, выиграл себе несколько секунд, и сейчас Бима можно, Ревана это попробовать прибить. При этом пришел также Дизраптор, убили Спирит Брейкера, вызывает Резолюшен, и все это благодаря Тесай. Да, ребята, на женщинах весь мир держится, вы недооцениваете их игру на саппортах в Доте. Ну, что ж, это для нее заслуживает помощь, действительно, очень вовремя она подошла к Резолюшену, а тут внизу Флай пока что тоже наполучал немного люлей, наконец отстал крипов и пошел собирать, видимо, руны рейдом идти. Хотя до них еще 30 секунд, ну, ребята, еще путь не близкий, нужно еще через миф пробраться. Ну и их помощь действительно нужна какая-то Мэду, наконец-то к нему приходит кто-то на лайн спустя 7 минут с половиной. И вот есть первый Бим, также разгодчик уже по Мэду также заряжается, и с другой стороны этот Кантер уже готов встречать, как-то уехал слэм, выдали в него, и все, это минус, минус кулка. Взялись за дело уже серьезно, о, Джим, ну, столкнулись один раз медленнее, возможно, будут сносить Т1, на топе же продолжает фармить краски Тесай, после этой поддержки дали целую линию к этому шаману. Да, ну шаману тоже нужно все-таки немного экспо получать, те же самому варде они дадут хорошую драку, и, конечно, тут пострял, брат, не туда он забежал, не тот район, а от этого пострадал. Проблема, то есть, таким образом вы явно-то и один не спасете, есть Торрент, подходит сюда, в принципе, команда, и есть корабль. Также от Кунки прекраснейший, резервюшн, должны убить 100% ставиться, статик-сформ-кенедик-вилд, и теперь подошел к Лайпсу. Потом потеряли Тарксира и размен 1-2, по итогу, потраченные ультимейты со стороны команды OG. Ну, тут все ультимейты успели потерять, но Рейлж залетел хорошо, резервюшн все равно не спас, также Дизраптеру досталось. Но самое главное, то, что Флай самый богатый в этой карте, мне кажется, он задумается о смене роли, стоит ему подумать, где ему лучше находиться. Но с 7 уровня, слоу ринг, все равно, несмотря на то, что это шоу-матч, все равно это тот Тайтхантер, который не будет себе забирать нюхи, несмотря ни на что. Это уже стало не модно, собирать Блинг первым слотом, теперь уже его будут всячески отодвигать, оставляя на 4-5 только позицию. Мы опять же обсуждали буквально в паузу все шоу-матчи, которые происходили ранее на турнирах по Доте, и всегда в каждом шоу-матче найдется один игрок, который относится ко всему этому максимально серьезно, и старается собрать все дефолтные абсолютно слоты. Не сказать, что сильно что-то выдумывает новое, вот то же самое Луна с тем же самым Момом, тут тоже Резоль как-то типично стал собираться, хотя не сказать, что Луна это его герой, что дали, то дали, выбирать-то приходится. Магнус тут тоже, в принципе, не сказать, что такое особенное придумывает, но я так понимаю. Нужно просто придумать формат, где героев для игроков будут выбирать зрителей, и вот тогда это будет действительно весело. Это рандом-драфт, был булпик, я думал, Пуджик здесь оказался. Мы ждали там Пуджика и еще различного рода веселых героев, ну а пока тут Резолюшн пытаются убить и справиться, естественно, с этой задачей. Да, вдвоем уж точно с кошкой получилось справиться. А на медиа опять Мэтт страдает за всю команду, опять его на крест посадили, а дальше какое-то продолжение будет, да будет как и нет, на этом все агрессии закончилось. Уже Куку действует поаккуратнее. Да, напомню, потому что это Куку нужно периодически напоминать, мне кажется, зрителям, кто где здесь находится, вот Флай бегает за непризойденным зрителем Дартмунду. И здесь, в принципе, сказать-то особо и нечего, но кажется, Дартмунду, вот, казалось бы... В двух елках заблудились, ей-богу. Но все равно якорь-то болен пробивает, еще один такую якоречку, это минус, но он нет, успел все-таки. Глимс и все, спидбрекер уже не спасется, буквально один удар остается сделать, а этот пункт расстайк закончился. Но бы пытался, да, там и Дезраптор, правда, за это делал, влагой погиб, но там еще и наша Мадама в очередной раз от Рейвана погибла, где-то она успела это сделать, ребята, не судьба была за ней проследить тоже. Девятый уровень у Кунки, Кунки тебя чувствуют хорошо, у Ку-Ку все хорошо, у Ку-Ку все хорошо, у Ку-Ку все хорошо, и ждем от него, наконец-то, Критов, Критов и Баттлфьюри. Твои ставки, будет ли здесь рапира на каком-нибудь Кунки, опять же? Я ставлю две рапиры на Кунку. Две рапиры на Кунку? Я ставлю тогда три рапиры на Шейкера, просто Мэтт должен будет поддержать ставку. Да, будем надеяться. Ну что ж, я ставлю хату, а ты что знаешь? Не знаю, уши свои поставлю на это, ну ладно. Мэтт пока отправляется вперед, есть Рейваж от Тайтхантера, подцепили еще и Вайпера, Слэм, и вроде бы ворвался своими именами. Дарт Вонду пришел на поддержку ТНС, и позволил все-таки на единичке отойти под Т1 не существует. Да, на единичке, мне кажется, пострадает, но он от души, от души пытался сэвить своего тиммейта, но, к сожалению, полег с ним на поле боя, и их сбережет теперь только братская могила, земля. Нужно отправляться, конечно же, на святыню, восстановить все здоровье после столь успешного пайта, и да, это достойный реплей, это хайлайт просто сегодняшнего игрового дня, самый агрессивный дракон. Смотрите, самое главное, единичку на его мужество, просто невероятный мужество. Вот он получил оглушение, несмотря на это оглушение, пытается уже как-то отползти подальше, самое главное, он не бросил своего товарища в виде он умирал с ним до последнего, просто не бросить ни в какой ситуации, питал все себе то, что можно. Тот самый случай, когда ты просто не можешь бросить, потому что потом вы вместе выйдете в зал зрительский, и тебе подойдут и спросят, так, ты меня бросил в тот раз медлиния, ты должен был играть до конца. И обид мордой еще, что лучше не рисковать, мало ли какие там менталитеты. Ну что же, залетает у нас тут очередной корабль, или больше, скажем так, подпушить линию от Кунькевича. И появляются барабаны для Шейкера. Вот это место, которое он бьет по ходу всех своих анимаций. Ну нужно просто побить барабаны, понимаешь, как шаман, прежде чем призвать к себе рапиру. Поэтому, я думаю, после этого они посыпятся. Ну, нужны инвестиции, нужны увлажняния, нужны спонсоры, а кто им просматерирует эту рапиру? Как-то не спешит от команды OG, этим вопросом заниматься. Ну что, ты сделала ставку на две рапиры у Куньки, Шейкер убьет Куньку, и нужно только рапир купить самому. Ну все, все очень просто, небольшие деньги в целом. Резолюшн по боту сносит Т1, на топе же собрались все игроки Тинси, и пока не могут организовать защиту от ЖИ от этой атаки. Ну что, тихонько, Т1 Тауэр горит, размер достойный, трон на Т1 Тауэр, но нет, там все-таки до трона решили не идти, но зато опять девушку, кажется, поймают. Ну, бедная девушка пытается бежать со всех ног, но физическая подготовка ее оставляет желает лучшего, и поэтому Крип, даже Крип просто ее догоняет, и сейчас она на торрентах полетает и ее разбирает в считанные секунды. Бедная. Постоянно просто уже на ненавистнике в команде Тинси сейчас ходит и убивает именно Шедова Шамана. Ну и, естественно, это все шутки шутками. Блиндаггер появляется у Магнуса. Ну, все. У Магнуса не только Блиндаггер, но и Доминатор появляется, тоже готов доминировать. Там на верхней линии доминирует пока над Мэдом, вот чем проблема. Файт происходит практически под хайграундом. Не самая лучшая позиция, но при этом успевает прийти на помощь команда. Флай уже идет вперед. Есть реведж, тут же корабль от пункти успевает дать баф. Дать баф успевает. Также еще и Спирит Брейкеру, соответственно, Мэда можно попробовать добить, но подходит Теса и вновь спасает Мэда. Да. Своевременно появляется субборт для этой позиции. Тут же Дизраптор пытался помогать, но его добиваю через щиток Тарксира. Ну и размен 1-2 пока последовал. Ну, Рэйвен уже подходит под конец. Но мне кажется, что тут Мэд все-таки всех передоминировал. Не получилось с ним справиться, и женщина благородно отдает за него свою жизнь. Там, правда, с другой стороны, Резолюшн заметили. Теперь Сяорава побежала на него из крипов героев, в коне людей. И кажется, его тут действительно не выпустят уже. Заплевали все вокруг ядом, поэтому остается только Резолюшн умирать в этом яде. Резолюшн не мог здесь выдать, естественно, какой-то свой ультимайт. Он бы полетел полностью в крипов и этим самым не принес бы какого-то ощутимого урона по героям. Он ушел бы на КД. Больше доминаторов, богу доминаторов. В армию крипов собрать, и все. Минус ультимайт от Луны. Мэд опять выходит доминировать. Тут закрыл тут неплохо так Сэма, и Сэма возвращает на место. Хотя он сам Мэд это-то вернул на свое законное место. Тут и кослом залетает по двойным персонажам и выходит туда еще и в Лайпс. Я очень сомневаюсь, что Магнус изначально планировал увозить Мэда вместе с собой. Он появлено был пассажиром нежданным. И станчик, скажем так, по месту прибытия. Зайцы мучают всех. Все градовцы это этот Зайц. Да, ну это все. Как обычно, чуть что виноваты Зайцы. Да, так оно и есть. Одно время они чуть Австралию не загрызли. Так что стоит быть аккуратнее. Казалось бы, они мунишки пушистенькие, а тут их убивают они. Наговор. Все это наговор. Не верьте, Зайцы хорошие. Ну что же, Флай сейчас спешит за Дарксиром. Мне интересно, когда начнется Пайтон на Рошане. Потому что тут и та, и другая команда может очень знатно подраться. Ну, мне кажется, до первой раперы ничего не появится. Но тут Кунка решила это делать все-таки немного отложить. Просто потому, что у нее сейчас слишком много денег, чтобы заниматься таким мелочным аэропоросом. И, конечно, я думаю, что он себе будет в кредит покупать и армлеты пардиган. Ну что же, здесь, кстати, пытались отогнать тебя с Маша. И ты один снесут медлений. Потому что не так агрессивно занимались себя пушкой. На последнее время он живут, только берутся за второй тавер на карте глобального противника. Да, там внизу все время Кунка. Нишние раперы с вами совсем не атакуют. Ну и Луна. Что ж, 12 уровень у нее будет. Уже второй уровень ультимейта будет возможность для Резоли попробовать, по крайней мере, подраться. Но эти крипы, эти подлые крипы, пока не оставляли ему никакого шанса дать хороший ультимейт. Опять же, смещаются на нижнюю линию силы OG. Возможно, пытаются зайти во вражеские леса после того, как за сейвит один вышка. Но нужен какой-то герой более агрессивный. И все-таки не забываем, шейкер здесь это мидер. То есть он должен много дэмэджа выдавать. Да, ну и Резоли запустили прям на чуть-чуть совсем ХП. И тут же пришел тренер и помог своей бутылкой. В том-то и дело, что мне казалось, Дарктир после того, как Сурж прожмет, побежит дальше за Луной. И там оставалось буквально один удар нанести. И даже если бы Дарктир после этого погиб, размен был бы в плюс для команды Тинси. Но, возможно, тем временем уже Резоль набирал номер общества защиты животных. И он решил развернуться и не бить кота. С этим лучше не связываться. Да, понял, что это не то, чего он хотел. Выход в смоках будет сейчас от команды Тинси. Так и есть. И байтить будут именно на Вайпера. Но их поймали на скан в этот же момент. Ничего, ничего. Вайпер, мне кажется, все равно очень-очень сейчас нагло будет лезть и байтить. Прямо патрон можно залезть и там побайтить тоже, попытаться. Вот прям девушка так и хочет его зацепить. Вот прям уже строит ему глазки. Но, кажется, ничего не получается. Не так она просто, как кажется. Ну, это уже забегает. Прочу все деревья Леса, но все деревья мы посмотрели. И врату попытался, конечно же. Сейчас ревэйдж должен последовать от Тайдхантера. Тайдхантер пытается занять более выгодную позицию. Да, и солдринг еще имеется. Соответственно, флай еще может оставаться. Ворвался Мэтт и говорит вот кто здесь батя в здании ревэйдж. И это ответочка от OG Ultimate. Революшн наконец-то дождался революшн. И минус МАш. Остается только Реван. Пайники пытаются убежать на Сурджену. Здесь же есть Резолюшн, который должен Бима его подцепить. Бим взлетает по ку-ку в первую очередь. Резолюшн устраивает революшн. Так и есть. Очередный торрент. Стяжка. Корабль. Ой-ой-ой, они в тот район и не зашли, кажется. Я думаю, там сейчас не ой-ой-ой, его из чата было сказано. Флай действительно вернут на крестей. Ну, а специальный, кажется, дома даже подержаться. Будут подержаться. Выучить того, что у Майки здесь подержаться. Статик штанки на дипилд ставится от Дидравтора. Но Дэм уже не хватит по Кункевичу. Зим пытается отпустить на хайграунд. Но, естественно, догонит и убьют. Проблема в том, что сейчас могут догнать еще и Флая. Но там уже подошла подруга на помощь. Да, вот и все-таки двое спаслись. Два последних героя. Сейчас покажут, скорее всего, этот врыв от Мэда. Тренерский такой, настоящий, прям, мощный. Центральную башню силу. Правящей рукой. Он уже выжидает и ждет. Там уже дрим показали. Вот, и Кубана, Кубана. Это уже сразу же отличный революш по-тоцам взлетает. Разумеется, тоже. Вот на мажоре бы дали такой рассказ. Ну, а тут, видите, тоже. Любимый мой стиль комментирования, который недопустим на официальных матчах. Это вот она, Хубана, Хубана, Хубана. И все в таверне. Это самый удобный вариант вообще. Ну, что же. 120 уронок торренту, естественно, выбирает Кунг. Продолжают, ребята, веселиться. Возможно, какие-то выходы один в один мы увидим. Но чувствую, это ловушка. Непосредственно Флая поймали в очередной раз. Но Тайт Хантер очень плотный. Все-таки незабываемый барабан. И покупать зону даже не спешит особо отступать. Тиммейты поблизости. Ну, смотри, признание прямого эфира. Да, ребята. Драма творится у вас на глазах. Не могла сдержаться все-таки. В одной кабинке с Resolution. Возможно, на соседних местах. Ну, что же. Сейчас собираться вместе, по всей видимости, будут уже OG. Проблема в том, что у них нет ультимейтов. Все в КД. Вот только появился, кстати, к шторму Дизраптора. Ну, что ж. Ждем. Ждем развязки. Тут, слава богу, все-таки нас радует команда зрелищными файтами. Не стали скучно фармить, как это было иногда. И опять ищут, ищут кого бы там, на кого бы отдать своего кора, на кого бы повесить кэрри. Единичка номер один, он ищет себе. По-моему, вновь просто пытаются подбайтить на вайпер. Я где-то уже видел. Визуализировать. Мне кажется, что как-то уже не так просты, чтобы байтиться на это. Там далековато находится Resolution как раз-таки. Хотя у него тоже ультимейт готов. Флай продолжает здесь плавать. Это ватмашка, мне кажется, что он не сильно переживает далеко, недалеко, но еще близко. А тут как-то, да. Наша, вот так делать не стоит. Реведжем не получилось, правда, его все равно подцепить. Тут же, кстати, к штурму сайта на вайпера. Но обрывается вновь на ту же самую точку. Просто другим вектором положил свою фиссуру. Минус три уже от АДЖИ, и это проблема. На всех положил свою фиссуру. И пояс счастья Маунуса пролетел куда-то мимо его команды. И вот привел уже к минус три. Но мне кажется, тут не последняя жертва. Вот у нас потенциальный рапероносец. Мне кажется, Мэд, он за всю боль, за все те страдания, когда он не мог помочь своей команде в самый ответственный момент матча, он отыгрывается на этом шоу-матче. Просто вот вытаскивая игру действительно. Да, Джисайд получил на половину хп. Китичку такой. И тут неплохой получился. Все-таки рп от Магнуса. Еще и в этот раз проработал и поехал по адресу. Но кажется, тут Мэда опять здесь видеть не рад. Он залетаться, сделать уже минус один на куку и также погибает за ним и Сэм следом. Ну что ж, месиво, ребята. Кровавая ночь. Безусловно. И сейчас будут продолжать такое чувство ОДЖИ. Вряд ли они пойдут на каких-то Рошанов. Я хочу, чтобы были безумные действия на безумном шоу-матче все-таки. Можно даже почащить? Ребята, я здесь. Меня нельзя чаще. Я всего лишь одна. Можно меня дважды поставить. Расклонировать меня. Но пока что еще это оказалось не так. Можно, господа. Все, что вы напишите в Твиттер, все будет происходить. Поэтому, друзья, пишите, подписывайтесь на социальные сети студии YouCanComp. Они тут же подцепили по камню мастер-брейкера. Падает Т2-вышка. Ну и что ж, мы видим, Т2-вышка действительно падает очень-очень быстро. Реван сидит в засаде. Вот сейчас выйдет и сделает минус пять. Вот сейчас выйдет и сделает минус пять. Вот сейчас вот. Пять крипов, подожди. Пять крипов. Ну, а я с уточнялся ли? Мы не уточняли, действительно. Представительный. Ну, вот он тоже доминатор себе собрал, тоже готов доминировать. Ребята, вот это самое главное. Чтобы не быть задоминированным, нужно самому доминировать. Но опять же, шутки шутками. А доминатор здесь отлично будет работать против луны, когда собирается там лишних у вас два-три крипа, и бимы летят с ультимейтера. Смотри, вот это камбэк, вот как это OG затащили. Слушай, они такими дампами выиграют. Вспоминаю я один Мажора, который они также выиграли, затащив камбэком, одним конкретно файтом. Я думаю, что многие фанаты СНГ коллективов вспомнят без напоминания эту игру. Интересно, про что, что такое говоришь? Ребята, кто догадался? Пишите, твиттер, да. Как же ты так завуалировал? Так что же это за команда была, против которой играли OG? Ну, опять же, собираться вместе сейчас должны OG, потому что ультимейты уже все откатились. Харадрация. Подцепили пока только еще Тайтхантера, но мне кажется, этот флай пытается ку-ку поймать, забайтить. Есть гримсы, вернули, кинадик пилд, успевает выбежать. Это неприятно, но слишком обиден кунка. Да, ну тут кунка по себе торрент ставит, неплохо как рыбу отстает гонять, пускай она покупается лишний раз, но он пошел дальше фармить рапируем. Там, кажется, рапируем у него тоже немного откладывается, в этот раз у своей депозиты откладывается кристалис. По верхней линии, кстати, уже Магнус поднимается на хайграунд и немного пробил вышку. Возвращается сюда Резолюшн и попробует его перехватить. Но поблизости есть еще и Ревен на Дарксире, соответственно, как бы самого Луну не стали здесь убивать. Блокинбар появляется также, вот видишь, у Луны. Так что отчасти проблемы решены, хотя против рапиры это ее не спасет. Все равно ее срубят. Была бы рапира, а то опять вот эти вот серьезные артефакты, криты стали собирать. Ну, знаешь, на самом деле шоу-матчи, как таковые из тех, которые проходили, серьезно портят их призовые, если они есть. Там All Stars матч — это одно. Шоу-матчи как-то с призовыми — это не смотрится. А вот здесь у нас ребята дерутся действительно на доминацию. Да это неправильно. Это должно быть просто ради удовольствия. Но мужиками здесь дерутся, не при дамах с каждой командой. А тут опять очередной раз. Это слэм отлично. Просто тренер за счет всю команду делать. Успокойся, все в порядке, Мэтт. Завтра он будет, мне кажется, новым членом уже команды. ЛГИ такими там. Помилуй их. Ну что же, ТНС. У нас единичка пытается караулить Рошана. Нужна поддержка. Нужно, чтобы сюда подошел в первую очередь Дарксир. Его стенка с тяжком могут здесь решить все возможные проблемы. Да, но сейчас вроде как дела движутся, потому что Рошан достанется все же в команде ЛГИ. И с этим Рошаном они будут попробовать пойти. Не знаю. Силы света используют сканирование. Потом у тебя жизни. Магнус тут в засаде, по всей видимости. Но там уже драка начинается. И вайперы уже практически убили. Да, единичка отправляется в таверну. И в меньшинстве оказываются ТНС. Рошана должны добить. И идти сюда драться, конечно же, не станут. Остатки сил света. Ну, тут Рошана немного побыл курицей. И нужно его добивать, забирать оегис и идти драться дальше. Драться, драться еще раз, драться. Вот это действительно то, что делает шоу-матч настоящим шоу-матчем. И тут тренер действительно показывает вещи. Прямо с треной решил. И рассказать, как именно должны действовать его тиммейтеры. Я думаю, что некоторые профессиональные игроки на него посмотрят и постыдятся. Нет, ну Мэтт отыгрывает просто выше всяческих похвал. И при этом он играет агрессивно. То есть видно, что он так же не придает огромнейшего значения. Просто играет хорошо. Вот что стоит отметить. Спиртбрекер погибает и продолжает давление отжиг. Да, и вот когда ты не прикладываешь никаких усилий, но все равно ты красавчик. Это все про тренера АУДЖИ. Ну что ж, 8 тысяч преимуществ, тем временем они себе заработали. Как-то статистические позиции сдают. И ребята, женщина в команде, это далеко не всегда балласт. И сейчас они ведь... А именно она выводит их в победе. Не тренер, не Резолюшн, а именно Мадама. Тут просто как эффект бабочки. Именно там Тесай на топе спасла жизнь Резолюшну на первых минутах. Из-за этого Резолюшн выформил артепакты, потом выиграл файт и так далее. И все за спиной шеду у Шабана. Вы забрали мой ФВ, я заберу ваш труп. Примерно так и происходит. При том, что зажали действительно Тесай изначально наш в четвером. Да, даже неприлично зажали. А тут пока... А я путаю этот... Бэкпэк. Что именно? Благодарю. I don't understand what you say, crazy man. Нет, что там до этого было, что там договорился положить. Ребята, давайте посмотрим лучше на Лунин. Ипсимба. Бэкпэк, да. Правильно, правильно, правильно. Бэкпэк, это чит, ребята, не стоит. Поэтому вот точно никогда не покупайте БКБ. Это вредная штука, я слышала. Деньги лишние. Лишние кнопки нажимать вообще. Активные предметы в доте. Для кого это? Ну что же, Флай здесь пытается пройти вперед. И, кстати, приходится уже спасаться Бэкпэксу. Потому что подошла еще коварная единичка. Поплыл, поплыл, поплыл подальше куда-нибудь. Это техаков яда. Ну, кажется, этот яд его разбивает слишком сильно. Но тут и реверс действительно не жалко отдать. Спас свою жизнь, наверное, в обмен на это нет. Спасли подходит визатор. А тут Мэтт вездесущий. Минус гонка. Теперь можно единичку поймать. Да, вот знаешь, какая-то коала, которая падает с дерева. Падает на человека. Он из-за этого падает. Замертно порой. Вот примерно так же на эту коалу похож сейчас сам. По каким лесам ты гуляешь? Депанды падают на людей. Да нет, мне просто вспоминается игра на планшете. Там нужно в дорогу прибегать разными животными. И там, если ты играешь где-то в Австралии, на тебя колы свет попадают. Опасные игры. Даже единичка оценила эту игру по всей видимости. Там продолжается веселье, конечно, погибает у нас по очереди. Резолюшн. 22-32. 28-ая минута игры. Мне кажется, что шоу-матч по продолжительности может получиться длиннее, чем все остальные игры. Чем вся бы сутри-серия, которые до этого уже играли, хотя они долго уже катались. ЕГЭ, точно. У них игры были довольно быстрые. Там 24 минуты и потом 33, по-моему. Дать мою лодику. Когда тренер готов за тебя бороться. Ну и действительно здесь вот мы этот еще один врыв совершает. А вот раз он просто размазывает Рэйвана. Ну и сейчас нам показывают, что-то в замедленном действии, как Сэм просто. Как умер просто, да. Ребята, понимаете, это хайлайт. Это нужно записывать и показывать раз за разом. Какой шоу-матч, такие хайлайты. Ну что же, у нас там на верхней руне, возможно, сейчас будут ловить. Ребята, вы должны это видеть. Знаете, сколько он каши ел для этого момента? Понимаете, он в качалку ходил несколько лет. Все ради вот этого момента, чтобы стать настоящим знаменитым. Тут же поймали пока конкурс. Сжимают его фиссуры. Прилетает корабль. Баф для единички. Ну и единичка может теперь спастись перед брейкером поблизости. Шейкер подходит. Но это лишь попытка уйти под Т2. Вышку возвращаются перед брейкером. Разобирают на этой арене. И ты уже никуда не денешься. Я бы даже сказала, манеж такой, знаешь, детский загончик. 10 тысяч преимущества тем временем за командой OG. Они действительно тачат их. Тренер ведет их прямиком к победе. Прямо такой луч света в всему царстве. И что-то здесь они тут нашли в лесах. Такое интересное. Это интересно оказалось с Магнусом. Тут действительно у Сэмчка небольшие проблемы. По запаху находит такое чувство. Просто очень уверенно двигался вперед. Чувствую вонять носорогу. Падает Т3 уже. Вышка ставит со змейки. Вот Тесай ждала этого момента для того, чтобы ультимейт использовать. Да, а тут, ой-ой-ой, какая же стяжечка хорошая получилась. А что-то там как-то мисплей с РФ не получилось. Но, тем не менее, единичка раздает. А тут Мэда опять летает. Минус один. Минус... Ну, там Коул пытается зацепить. Это он Ку-Ку пытается задеть. Но как-то что-то не получается. Особенно тут Resolution рядом еще раздает. Это Resolution очень много ультимейтов с вами влюбил. Но, к сожалению, мне кажется, что он уже склонен погибать. Есть Тора, но неплохая такая фессура от меня. Мэда должна его спасать. Успокойте Мэда. Мне кажется, он после того, как закончится шоу-мач, не остановится. Соберет свой стак, да, и пойдет участвовать в мажоре. Он дальше будет играть в этой кабинке. Оставит этих двух людей, которых он из зала взял. Он сказал, я сделаю из вас чемпионов. Вот вижу, как этот армрестлер. Да. Просто танцуют, танцуют. А там как-то еще умерли за армасил. Майки мы скилл. Ничего страшного линию, они уже выиграли. И, по-прежнему, мы тут пытаемся как-то ревона поцелить. Но Ревон решает. Айдров мой, Итам Смит. Разбить. Ревон, кстати, дрогнул. Он ушел с этой дуэли как раз-таки. Верхнюю башню. Мы этот играл-то до конца. Ну что ж, не проломили. Прямиком по центральному коридору зашли. Очень резко зашли. И не оставили здесь от этих зданий ничего живого. Ну что ж, спирит брейк. Там то, что 10 уровень, что ли, не заметила. Ну и Блэкин Бар действительно. Не использует. Резолюшн, да, сдерживает свое слово. Договорились? Договорились. Слово, пацана, да. Зашел. Зашел за вот эту дуэль. Я не успела прочитать, боже мой. Ну что ж, сейчас у тебя со фланга здесь будет ревон. Я все равно не понимаю. То есть ты думала, что ты скажешь, что ты не успела прочитать, тебе не выведут, и ты все так все. Ничего страшного. Ребята, если у вас есть переводчики, нам нужен суфлер, чтобы переводить на дискатуре насляться. В твиттер, друзья, похоже, что в Galaxy Battles нам нужен будет перевод. В Galaxy Battles, сколько переводчик еще надо писать. Викинг сфера появляется у Мэда, он становится просто неуязвимым сейчас для всех игроков команды ТНС в соло против команды за эти игроки, все видимости. РП, 10 секунд РП, нам прям на него помыгали, я не знаю, что это означало, на тиме не помыгали. Видимо, что-то важное, да. Выход в смоках сейчас будет. Вон на реке сферы тоже помыгали, тут тоже что-то важное было, тут РП, лингисфера, слышно, адреская связь. 5 на 5 на реке. Вот, подобные стенки на стенках. Мне нравится, когда просто все силы стягивают в одну точку. А тут сейчас, мне кажется, вот в лесу как раз около шрайна можно стрелку попробовать, а та там больше шрайна стоит. Но, тем не менее, Торрен Смит вот отлично договаривается все-таки, где им встретиться. Ну, такое чувство, что все-таки Смаш решил зайти в спину. Так, не честно, есть прекрасный рюкс полярити, но при этом успевает уйти на форстапах. Тут же стяжка стенка от Арктира последовала, залетает корабль от Кутки. Ультимейт резолюшена продолжает давать кучу демиджа, но здесь Пайто-Джи, конечно же, проигран без оглядки. Пока Мэтт не посмотрел данную трансляцию, я хочу публично извиниться и сказать, конечно же, был шанс, конечно же, нужно было играть до конца, потому что не стоит произносить эту фразу, что это невозможно, когда играет тренер команды ОДЖИ. Вот я, кстати, достала то животное, и я думала, а что за животное-то? Шейкер, я пыталась придумать, но у меня голова ничего не выдала, я не могу понять. Я уже долго думала, эти вопросы, мне кажется, долгие шесть лет, которые я знаю Доту. Но это, опять же, если брать Шейкера, Шейкер — это на самом деле по лору Доты 2 дух, который был заперт в горе, и он очень долго со своей... Точная ренопластика или что? Горы смотрел на деревушку, которая была под этой самой горой, и в один момент он высвободился во время землетрясения, как дух вылетел и принял облик совместить в там облик коровы, людей, которые были, то есть все образы, которые он сочетал, он превратился в такого Шейкера. И люди из этой деревни подумали, что это из-за него произошло землетрясение, произошел обвал, зацепло их деревни, назвали его земляной трясун, поэтому вот, собственно, Шейкер у нас и существует до Т2. Корова против коровы у нас получается. Минутка любознательности для наших зрителей. Кто еще расскажет? Все равно пока ничего не происходит. Нет, подожди, тут Вайпера пытается Тайтхантер атаковать. У нас вообще символично это противостояние Тайтхантер против Кунки, опять же, но об этом, я думаю, все знают. Корова против коровы, да, змея против непонятно чего на Шамане. Тоже какая-то неудачная ренопластика, видимо, имел место. Пугна должна была быть в пике ООДЖИ, потому что Пугна это бывший хозяин Вайпера непосредственно. Но тут же Тесай подставляется вновь, зажимает опять чемпиером, но теперь Змейки поставлены на месте смерти и отомстили сразу же Единичке, отомстили также еще и Тартвонду, отправляется в таверну. Но Единичка начал как царь. Всю команду пытался вытаскивать, но, к сожалению, команда тянула его на дно. И Мэя бежит, просто никто его не может остановить, но он на скорости такой нагоняет, он сейчас его для пущей скорости собрал. Ну и Кунка... 550 на смит, он все равно пытается как-то ускориться, чтобы убежать от этого Мэда. Это невозможно. Да. Ну, что тут, 14 тысяч преимуществ уж ранее забирают, там, возможно, как-то еще и на Рошана попробуют выйти. Я смотрю, Шейкер-то у нас крайне правый. Все выбирал без каких-либо изменений. Что ж, ребята, значит, он скоро будет поднимать революцию. Ну что ж, выход сейчас в центр, по всей видимости, от остатков команды TNC, либо же они просто пытаются играть от Дефон, но противников слишком много в этой области. Есть Вижен у Света, опять же, и столкнутся Лида. Столкнутся уже с Диздрампом, кстати, к Шторм поставили, но тут поднимает себя в битра и выигрывает несколько секунд. Да, ну, тут уже Сая заходит со своим реводжем. Господи, как тут хорошо. Опять летел Мэтт, и мы видим, что это минус 2 мгновенно, вспомнили команду OG, и, кажется, можно попробовать еще поймать Сэма. Но сам-то не попался, а вот знаменитейший Варатрум, эта планета, к сожалению, тоже канава в небытие. Это шанс зайти еще на какую-нибудь сторону, или на Т2 товара, точнее, которые еще стоят целые. Может, на трон? Нет? Дон Тэнт. Надо выпустить в Valve новые какие-то коллективные насмешки, да, для того, чтобы они все, допустим, синхронно плыли, вот как Тайтхантер плавает на спине, и тогда это будет очень забавно. Синхронное плавание, да? Синхронное плавание, да? Синхронное плавание, да? Синхронное плавание, прыжки для каждого героя добавить. Они как супергерои будут после победы прыгать на одном месте. Как я на юдровке? Может быть, здесь же у нас, кстати, поцепили вайпера, тут на время до подцепили еще и СМАШа. Потому что непонятно, кого больше подцепили, пытались в сервере определиться, все-таки сделали выбор в пользу нижней линии. В пользу елок сделали выбор. Кстати, по верхней линии также продолжают запушивать силы тьмы и попробовать джиперсидемить сплитовать. Это уже жаждет победы, конечно. Нужно крываться на СМАШ, СМАШ, пытается выдать через порядки получше, но не сходятся вместе, пока игроки команды ОДЖИП. Вон два самых опасных членов, что уже сошлись. Там же поймали, все же вайперы, и просто флай пошел до конца вперед. Кстати, у нас там время деца, избирает на топе вышку и продолжает запушивать линию. Вот видите, я в тачке, пока это все не страдает. Пока мужики развлекаются, тут дерутся какие-то, в инвизах бегают. Они все хозяйство строят. Ну, сторона упала, это следовало ждать. Вот утрезали, что мы еще немного подцепили, она на сторону не полетала, и ревоспорядка все еще взлетает. Но как-то тут сам Бумба действительно бросился, раньше писали до этого. Корабль тоже куда-то мимо пролетел, и кажется, перед брейкером уже проблемно. Ну и ОДЖИП, вы видите, он же в результате неплохо так издает, уже делает минус Сэма, и точно так же можно спасать и Скуку, который у себя на крест посадил. Тут байбеков нет, и быть не могло. Это все-таки шоу-матч, кто что-то о байбеках будет думать. Таким образом, спокойно при желании ОДЖИП могут пойти на верхнюю линию и сделать мега-крипов. Другое дело, хотят ли они этого. Вот тут уже догоны полетели от Ревена, во все тяжкие отправляется Дарксир. Но вот остановился он на секунду, и эта заминка стоит ему жизни. Да, минус Ревен, минус четыре, два его у СМИ. Ну это шоу-матч, он должен играться до тех пор, пока не упадет трон, я считаю. Тут никаких гидгеймов быть не может. Все-таки тут и не может быть гидгеймом. Канадом Драмс, который не знает гидгейма. Ну и что же, отступают, отступают все быстрее. Быстрее, если он так подвушечку пытается, пытается яичка написать гидгейм, но это не работает. Да. Ну что ж, ребята, вы знаете, кто сточил эту игру в команде ОДЖИ. Это непроизойденный зритель из зала. Там просто Мэтт в кресле сидит, истекая, я не знаю, от радости, что ему наконец-то дали Доту поиграть и не просто тренировать свой коллектив. Приятно, приятно, что такие шоу-матчи происходят, и я очень рад, что команды не стали там серьезно подходить, играть в какой-то фарм, выстраивать стратегии. Просто фан, просто постоянная беготня по карте и драки, 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 драки. Возможно, можно было лишь набор героев еще более агрессивные взять, там, пуджики. Хотелось увидеть. Ну что ж, пожалуйста, это рандом-драфт, он выбрал героев вместо нас, нам оставалось только выбрать самое лучшее из того, что есть. И действительно, тут такие были на Махче герои, вот тут показывают рейтинг, это мадам, она не соврала, у нее действительно 4,5 тысячи, судя по тому, что показывают ее мечик. Да, то есть, друзья, а была возможность и у вас непосредственно оказаться рядом с этими именитыми игроками в кабинках, если бы вы были на лане непосредственно в Филипинах? Ну что же. Ее подпишут уже, а их нет. Да, друзья. А слот-то OG был закрыт уже таким образом. Так или иначе, на этом даже трансляция студии King Company для вас не заканчивается. Нас ждет еще одно Best of 1 решающее. Нижняя сяточка продолжает нас радовать интересными встречами, поэтому мы уйдем на небольшую паузу, буквально 5-10 минут, после которой вернемся с отличной дотой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok